Всем огромный привет и рада видеть вас на своем канале. Мой никнейм на YouTube Ванила Мария пишется с тремя буквами L и без пробела. А сегодня мы поговорим с вами о фаворитах июля. И те, кто давно смотрит мой канал, знают, что я раньше делала фавориты сезона. И я раскладывала по пяти категориям, то есть пять самых классных продуктов сезона. Но я поняла, что этот формат мне больше не нравится, он мне не подходит. Мне очень сложно в таком формате выбрать пять фаворитов, именно пять средств, которыми я на протяжении трех месяцев пользовалась. Поэтому я решила сделать помесячно фавориты. И помимо косметики я решила, что мне хочется вам рассказывать не только о косметике в этом формате. Поэтому теперь у нас фаворитов будут события, книги, фильмы, все что угодно, все что произошло в моей жизни. Косметика в том числе. В общем, все, о чем мне хочется рассказать. Десять позиций, десять фаворитов моих июля. И мы начинаем. Прежде всего, что произошло в июле, самое первое, самое мое радостное, может быть, это покупка нового телефона. И я приобрела себе седьмой айфон в красном цвете. Я прям довольна как слон, конечно. Конечно, а как произошла покупка? Ну, достаточно спонтанно, потому что в июне я утопила свой старый телефон, к сожалению. Он мне служил верой и правдой два года. Даже, по-моему, три. И, да, в четырнадцатом году мне его подарили. И вот он немного не дожил до своих трех лет. Я расстроилась, конечно. Я поняла, что, значит, пришел его срок. Смерть его за ним пришла. И поэтому выбор стоял брать, какой брать телефон. И я выбрала, конечно же, седьмерку, потому что это был сам современный телефон на сегодняшний момент. И выбрала в красном цвете. Я не ясен, не выбрала красный айфон. Безумно мне нравится телефон. Он отвечает всем моим потребностям. Они у меня не очень большие. На самом деле, мне от телефона нужно, чтобы у него была хорошая камера, чтобы он был надежный, чтобы он не глючил. И, наверное, чтобы у него была большая память, чтобы туда влезали все необходимые мне приложения, фотографии, видео. Все, что мне нужно. Чтобы он был надежный в плане связи. То есть, чтобы всегда до меня можно было дозвониться, чтобы не было никаких глюков в этом плане. И поэтому мой новый друг, мой айфон. И если вам нужно видео, что в моем новом айфон, если вдруг кому-то еще интересно это видео, обязательно поставьте пальчики вверх под этим видео и напишите в комментариях, что вам нужно это видео. И следующий мой фаворит это канал Аллу Никиты Воровольской, который я для себя открыла именно в июле. На самом деле, это психолог, тренер, который рассказывает о каких-то ситуациях психологических, как можно с ним справиться. Она ведет вебинар, она ведет всевозможные семинары, какие-то у нее есть курсы, программы. В общем, канал ее о каких-то именно психологических проблемах, как себя преодолеть, как себя, допустим, направить в каком-то русле, как лучше себя понять. И мне тут показался контент крайне интересным. Для меня она очень приятная, именно как женщина, потому что она потрясающе выглядит для своего возраста. Она рассказывает иногда даже о секретах своих красоты, что мне тоже интересно, конечно же, как бьютику типичному. Крайне интересный контент. Очень приятная женщина, действительно, которая очень грамотно все рассказывает, очень хорошая подача, именно понятная. Она все очень логично выстраивает, она дает научное обоснование. Помимо этого, она действительно очень приятно подает информацию. Мне канал безумно нравится, и вам я его советую. Ссылочка на канал я обязательно оставлю в описании. Следующий мой фаворит. На самом деле, я читала эту книгу достаточно долго, просто я дочитала ее уже в июле, и хотела бы с вами поделиться своим мнением. Я читала книгу, сейчас, наверное, половина моей аудитории сразу ляжет, «Братья Карамазова» Достоевского. Мне эта книга, как ни странно, понравилась. И я советую ее вам прочитать, потому что книга достаточно специфическая. Тут такие красивые облака, я даже не знаю. Прервать свое действие ради того, чтобы осуществлять тут такие красивые облака. Книга очень интересная, очень захватывающая. То есть там много поднимается вопросов, острых социальных вопросов того времени. Да, может быть, и сейчас это будет актуально. Там поднимаются вопросы человека и Бога, церкви. Есть много межличностных вопросов, именно как люди ведут себя по отношению друг к другу, что заставляет их сделать то или иное действие. Сам сюжет, как он разворачивается на протяжении страниц повествования, он крайне захватывающий. То есть, в принципе, сюжет такой, что есть три брата, у них есть отец. Отец никак не воспитывал, не участвовал в становлении личности этих трех молодых людей. И у них достаточно сложные взаимоотношения между отцом и тремя его детьми. И вот три абсолютно разных человека, отец, это все взаимоотношения внутри этой семьи и со всеми людьми, которыми они контактируют. И все, как это развивается. Достаточно классический сюжет. Возможно, странно читать, наверное, в 23 года братьев Карамановых, но мне безумно понравилась книга. Она заставила меня подумать, поразмыслить о каких-то своих внутренних переживаниях, мотивациях. Как бы я поступила на месте главного героя или его возлюбленной, или первый, или второй. И книга, я ее советую, действительно, поэтому, если вам сейчас нечего почитать, если вы выбираете, какую книгу вы хотите почитать. Если вы не боитесь Достоевского, потому что у меня было, у меня было сначала, у меня были предрассудки по поводу Достоевского, потому что мне тяжело удалось преступление и наказание в свое время в школе. Здесь книга у меня легче пошла, но, наверное, вот со второй части. Первая часть, где было очень много рассуждений о боге-человеке и каких-то таких философских вещей, мне было вот эти моменты именно тяжело читать, потому что очень долго вот эту мысль разворачивали герои, и мне тяжело такие вещи читать. Следующий мой фаворит — это квест. На день рождения моей любимой подруги Оксаны, мы были на квесте. Отель Гранд Будапешт — это квест от Квеструм, а это новый квест у них. Мы были буквально первопроходцами, я уже написала в свой Инстаграм. Кстати говоря, если вы до сих пор не подписаны на мой Инстаграм, обязательно жду вас к себе в гости, на своей страничке. Ссылка у меня всегда на Инстаграм в конце видео или в описании. Найдите меня, буду очень рада новым подписчикам. Что касается квеструм и что касается квеста отель Гранд Будапешт, квест крутой, действительно очень интересный. Мне понравились декорации, потому что в квестах очень часто они грешат тем, что очень дешевые декорации, потому что они покрутят расходный материал. Гости всегда могут прийти что-то сломать, там попортить, но так или иначе дешевые декорации они сделаны из того, чего их нашли. Здесь же были красивые декорации, действительно, потому что там стояла деревянная мебель в номере именно этого отеля. То есть было очень красиво, там дорожки лежали, даже вот сама эта доска, под ключики, она была очень такая стилизованная. То есть сами декорации, сами все декорации очень красивые, но квест сложный, потому что мы брали подсказки, потому что мы иногда в некоторые моменты понимали, что прям все, вообще никаких идей. И он нелинейный, то есть вы не выполняете друг за другом задания, и вот они вот ровно-ровно-ровно вы придете к успеху. Нет, нам как бы получается, что одну какую-то там бумажку вы нашли в начале, она вам понадобится в самом конце. Там вообще получилась ситуация, что в каких-то заданиях нужно было собрать несколько, грубо говоря, подсказок, которые вы собрали в нескольких местах, и все это как-то собрать в единый. Нам, мы не часто ходим по квестам, нам было, конечно, это сложно, но квест захват еще интересный, классный, без какой-то там крови, пугалок и всего остального, но крутой квест, поэтому если вы любитель квестов, то очень советую именно квесту Кострума отель Гранд Мудапешт. И что же, наконец-таки, давайте перейдем к тому, ради чего мы сегодня собрались, это все-таки косметика, я не я была бы и не была бы бьюти-блогером, если бы я рассказала вам о своей любимой косметике за июль. Этих продуктов несколько, и на самом деле я в своих видео уже рассказывала об этих продуктах, как я их сильно люблю. Первое, что отметила мой июль, это мой любимый летний парфюм, это Ангела Демон, круизная коллекция, вышла она, по-моему, в 15-м году, летом, поэтому я обожаю просто и безумно обожаю этот аромат. Запах переносит меня сразу в тропическое лето, запах фруктов, цветов, горячего песка, горячей кожи. Аромат сразу уносит меня куда-нибудь далеко от работы, от забот, и он, конечно, сказочный, я его очень сильно люблю. И следующий мой летний фаворит, который я вам показывала уже не первый год, это Герлиэнтон Алифрит Бэйби Глоу из серии Метеоритов, он безумно крутой, это самое классное тональное средство, у меня он в четвертом самом темном оттенке, но, как вы видите, он идеально подстраивается под цвет моего лица. Мне, конечно, очень нравится этот аналитный фаворит, потому что он делает кожу здоровой. Он очень хорошо за счет светоотражения маскирует все какие-то пятнышки на коже, он придает очень здоровый оттенок коже, а помимо этого он увлажняет кожу, потому что летом, честно говоря, кожа усохнет очень сильно от солнца, от ветра, это тональное средство защищает ее, увлажняет ее. Мне очень нравится, как моя кожа выглядит именно с этим тональным фаворитом, я его безумно сильно люблю, и каждый год я его покупаю. Следующий мой фаворит тоже летний, я его люблю, и уже не первый раз вам показываю, это масло для губ, тинт Эн Оилл, то есть это масло с тинтом от Yves Saint Laurent. У меня этот тинт восьмом оттенком, у меня сейчас на губах, то есть это розовый с холодным подтоном, достаточно яркий. Мне это средство очень нравится, потому что оно как уход действует прекрасно, потому что губы увлажненные, напитанные, и это масло как будто бы их расправляет и наполняет губы, смотрится более пухлыми, более красивыми, помимо этого придает красивый оттенок, который после того, как масло впитается полностью, остается оттенок на губах, смотрится очень круто. Потрясающее средство, очень советую. Следующий мой фаворит, летний, июльский, это карандаш для бровей от Shiseido, я его купила в прошлом году, и я так периодически пользуюсь, но вот именно в июле мне очень нравилось пользоваться именно этим карандашом. У меня 602 оттенок Deep Brown, мне нравится, во-первых, сама текстура карандаша, тяжело наносится, то есть здесь, кстати, красит, просто кисточка, как ни странно, не именно расческа, в которой можно брови расчесать, а растушевочная кисточка. Текстура карандаша, он очень тяжело наносится, то есть он такой очень восковый, но при этом он потрясающе хорошо держится. Брови смотрятся крайне натурально, потому что у него классный оттенок, который мне подходит, даже вот несмотря на то, что я осветлила немного волосы, все равно под оттенок Гуровиона Диана вписывается. Брови смотрятся натурально, никуда не сползают, я тестировала его, я поехала в Москву, там была жара плюс 35, на моем лице не осталось никакой косметики, кроме этого карандаша. То есть брови мои не съехали никуда, обожаю этот карандаш, очень сильно люблю, пользуюсь периодически, но вот именно в этом июле мне безумно нравилось пользоваться этим карандашом, потому что эффект был очень натуральный, никуда ничего не надевалась. Последний мой декоративный фаворит, Юля, это тушь от Max Factor, 2000 калорий. Я сама от себя, я не то что в шоке, но я знала всегда, что эта тушь в принципе нормальная, классная, но вот именно этим летом, особенно в июле, я пользовалась исключительно этой тушью и на праздники, и на выходы, и в мир, и в мир, и в добрые люди, потому что именно эта тушь мне показалась идеальной, потому что что бы ни происходило, в каком бы состоянии ни были ресницы, какая бы погода за окном ни была, что бы ни случилось, ресницы будут идеальны, нужно мне днем выйти с натуральными ресничками, нужно сделать больше драмы на вечер, все что угодно делает одна единственная тушь. Мне она безумно нравится, у нее обычная классическая щеточка, самая простая, тушь стоит просто копейки, ее можно найти за 300 рублей, классная, суперская, держится достаточно долго, то есть несколько месяцев она не сохнет, если вдруг она чуть-чуть становится более густой, она спокойно разводится средством для линз, не как дешевые туши, они склонны именно к образованию вот этих комочков, которые потом уже ничем не разбиваются, эта тушь прекрасно разводится, она не оставляет отпечатков на верхнем веке, держится в течение дня идеально, не сыпется, идеальная тушь, безумно ее люблю, и вот это прям мой самый-самый любимый фаворит июля. И последний продукт, последний мой фаворит, Миксит выпустили новую маску, которая хранится 4 недели в холодильнике, у меня это маска с медом и с овсяными хлопьями, очень крутая маска, у меня тут немного осталось, я вам сейчас покажу, мы ее использовали совместно с мамой, потому что по-другому баночку не использовать, здесь все-таки полноценная баночка, сейчас вам покажу, сколько здесь, потому что одной мне, конечно, 100 мл на 4 недели много, за последние дни, потому что у нее реально уже осталось буквально несколько дней, по сроку годности мы ее добьем радостно, и, наверное, приобретем еще что-нибудь из этой линейки, маска просто бомба, во-первых, у нее потрясающий аромат меда, она вся натуральная, здесь очень много классных компонентов, то есть действительно здесь входит в состав и мед цветочный, также здесь входит в состав сок и молотая мякоть маракуйя, лимона, овсяная мука, масло миндаля, после этой маски эффект на коже просто потрясный, потому что кожа очень плотная, увлажненная, и сама по себе она такая, как персик становится, то есть это именно не какое-то жирное напитывание, а это именно кожа приводится в баланс, и становится вот такой мягкой-мягкой, очень приятный, на ощупь бархатистый, потрясающая маска, она просто нереальная что-то делает с кожей, очень мне нравится, но будьте внимательны, у нее очень маленький срок годности, ее нужно хранить в холодильнике, в целом маска просто шикарная, она безусловно стоит своих денег, с учетом ее потрясающего натурального состава, и, конечно же, с учетом ее эффективного действия. Это все мои фавориты июля, если видео вам понравилось, то жду от вас пальчиков вверх, подписывайтесь на мой канал, чтобы быть в курсе всех новостей, также обязательно подписывайтесь на меня в инстаграм, чтобы обязательно не пропустить никаких происшествий в моей жизни, и это все, чем я хотела с вами поделиться, напишите мне, пожалуйста, в комментариях, о ваших самых любимых продуктах июля, что у вас классного произошло в июле, и всех вас я люблю, целую, спасибо, что вы смотрите меня, уделили мне эти минуты вашего тракционного времени, всех вас люблю, целую и пока-пока!